здравствуйте мои маленькие любители бокса салют братюнь ты на канале не каратэ бокс не каратэ тут думать надо четкие прогнозы конкретные выводы если ты любишь бокс так же как люблю его я добро пожаловать в команду не каратэ подпишись лайкос и понеслась душа в боксерский рай и сегодня впрочем как и всегда тема максимально занят на сегодня будем говорить о дебюте мурата гасио в хэви уэйте как пелось в одноименной песни группы viagra попытка номер пять то коронавирус то спарринг партнера не нашли надеюсь непреодолимых препятствий больше не возникнет и мурат гасев наконец-таки встретиться с кевином джонсоном и я на этот бой посмотрю с огромным удовольствием ведь кевин джонс это не просто gatekeeper а это реальный человек легенда джонсом продолжу напомню о наших корешах из компании mailbet mailbet надежный букмекер который отвечает по всем своим обязательствам поставить выиграть и вывести деньги никаких проблем не составит я рекомендую mailbet ссылку оставлю в первом закрепленном комментарии играй и выигрывай ну и как обещал возвращаясь к дебюту касательно мурата гасева много вопросов три года прошло с момента последнего поединка восстановился зарядился сможет ли сумеет ли на все эти вопросы я постараюсь ответить но чуть позже сегодня я хитрожопый джо я хочу поговорить о кевине джонсоне этот парень меня занимает значительно больше ввиду того что поединок 31 октября и это единственный случай когда мне хочется посмотреть бой gatekeeper меня реально интригует сейчас маленько пройдусь по послужному списку кевина и ты охренеешь несмотря на то что у него 17 поражений из 53 боев послушай просто кому он проигрывал начнем с 2009 года бой проигран виталию кличко все 12 раундов прошел поединок так 2012 год тор хеймер 2012 год 1 декабря тайсон фьюри 12 раундов соответственно 13 год христиан хаммер 14 год берег чесора это первый чувак который смог отправить в нокдаун джонсона и это любопытно бой прошел всю дистанцию но это первый товарищ который отправил в нокдаун мануэль чар это 14 год энтони джошуа 15 год это первый чувак который смог нокаутировать джонсона и 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 досрочно. Идем дальше. Кубрат Пулев в семнадцатом году с ним бился, Петр Маппас, Энди Руис, Даниэль Дебуа, Филипп Ргович, Нейтан Горман, Шагобудин Алиев, Александр Захожий, Мартин Бакале, ну и соответственно сейчас Мурат Гассев будет с ним биться. Так в чем же секрет Кевина Джонсон? В чем проблема, брат? Все просто. Это нереальный спойлер. Он действует на подставках, на тяжечках и на нырочках, кувырочках. Когда боксер не атакует, избегает боя, очень сложно его выцелить. Очень сложно по нему попасть. Он защищается, закрывается и уходит. Вот такой Кевин Джонсон. Все 12 раундов этот чувак может бегать вдоль ринга, совершенно спокойно закрываться, плечом перекрываться, уходить и дальше продолжать джебом накидывать. Все на это. Не рискует. Сам ничего не пытается сделать. Конкретный спойлер. Такой гейткипер. Но ты видел, каждый с ним бился. И только Энтони Джошуа один раз закончил бой досрочно. Я думаю, будет очень увлекательно глянуть на поединок Мурата Гассиева и Кевина Джонса. Мне интересно, сможет ли действовать Мурат Гассиев неординарно, чтобы Кевин Джонсон не смог его считать и пропустил неожиданный удар. Вот в чем весь интерес этого боя. Именно по этой причине мне интересен Джонсон, мне интересен дебют Мурата Гассиева в хейвейте непосредственно с этим бойцом. Боец непростой. Ну и Мурат не пальцем делан. Надеюсь, не зря тренируется. Ну а тебе я настоятельно рекомендую заглянуть на сайт компании Мелбет. И сделать поединок еще более интересным. Не забудь поставить лайк, подписаться и до встречи в новом видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok